Владимир Маяковский Слушайте, товарищи потомки! Почему новые языковые возможности открываются молодым? Зрелые и умудренные опытом мастера следуют проторенными тропами и путешествуют по дорогам, знакомым с детства. А молодому, дерзновенному предоставлены нехоженные пути. Надо быть красивым, двадцатидвухлетним, жилистой громадиной, чтобы идти, мир огромив мощью голоса, прорубать первую просеку, чувствовать, как я для меня мало, как кто-то из меня вырывается упрямо. Над всем, что сделано, ставит он нихил, ничто. И обгорелые фигурки слов и чисел выпрыгивают, валятся, падают, летят из черепа, как дети из горящего здания. Никогда, ничего не хочу читать. Книги, что книги? Этакой глыбе многое хочется. В душе ни одного седого волоса, старческой нежности и в помине. Но может, как небо, менять тона. Быть и от мяса бешеным, и безукоризненно нежным. Не мужчиной, а облаком в штанах. Если мы желаем составить мнение об эпохе, вынести суждение об истории, то читаем книги о королях, референдумах, войнах, реформах и революциях, книги о процветании и гибели государственной власти. Но они – ничто. Нихел. Если мы вглядываемся в свое генеалогическое древо, где деды, праотцы, пращуры жили и погибали во время этих войн, королей и революций. Как они жили? И умирали? Как? Ловили мгновение жизни, которое прекрасно? Или выживали день до ночь, сутки прочь? Понять человека той или иной расы и эпохи, возможно, руководствуясь искусством его народа и времени. Отсюда старая как мир мысль. Странно и неправильно было бы смотреть на искусство только как на способ красиво или выразительно изображать избранные моменты жизни. Пройдет 3-4 десятилетия, и искусство окажется самой жизнью, как не выгибая вопрос, искусство для искусства или искусство для жизни. Пусть. Ведь новые возможности языка – это возможности новой жизни, той, в которой я с сердцем ни разу до мая не дожили, а в прожитой жизни лишь сотый апрель есть. Той, бури которой оседлав валы, поэт равны кандидаты на царя вселенной и на кандалы, той, которая в конечном счете пусть жестоко обманет. Вселенная расцветет еще, радостно, нова, чтоб не было бессмысленной лжи за ней, каюсь, я один виноват в растущем хрусте ломаемых жизней. Слышите, солнце впервые лучи выдало, еще не зная, куда от работа в денется, это я, Маяковский, под ножью идола нес обезглавленного младенца. Простите. Владимир Маяковский. Война и мир. Миров приводные ремни Серебряный век – явление столичное, петербургское, островное. Культура двух российских столиц начала XX века, культура двух островов в океане кондового быта и тяжелой плоти, распространялась трудом, не проникая глубже губернских городов. В уездах, в среде неподвижных традиций, царствовали Передоновы, и их мрачные помышления и опасения накладывали свой болезненный отпечаток на любое начинание и даже на саму его необходимость. И все же в российских губерниях, местах безнадежно унылых, среди созданий, обреченных на тоску и печаль, недотыкомок и недошивенок, всех мастей, были возможны Гунин и Гумилев, Есенин и Мариенгов. Вплоть до Октябрьского переворота жизнь не могла разом выйти из привычной колеи. Поверх безобразных и грубых выходок жизни школьный учитель математики Тетерников видел далекий мир, озоренный блистающей звездой Маир, слагал вирши, занимался переводами французских символистов и в конце концов прославился под именем Федора Сологуба. Занимался коммерческой торговлей, воспитывал сына и мог составить свое мнение о современной литературе Борис Михайлович Мариенгов. 1917 год. Пенза. Вечер в семье отца Анатолия Мариенглова. По новому стилю, еще не одолевшему старый, уже кончался ноябрь. Они сидели за ломберным столом, поджидая четвертого партнера. Можно было подумать, что в России ничего не изменилось, а уже изменилось все. Но люди и вещи по привычке еще находились на своих местах. Высокие стеариновые свечи горели в бронзовых подсвечниках, две нераспечатанные колоды карт для винта и пачка красиво отточенных мелков лежали на зеленом сукне ломберного стола. А мне нравятся большевики, сказал отец, внимая из серебряного портсигара толстую папиросу. Вам, Борис Михайлович, всегда нравится то, что никому не нравится, – небрежно отозвался Роберт Георгиевич. Марго, – так называли вермельшу близкие люди, нервно поиграв щеками, похожими на розовые мячики, добавила желчно. Борису Михайловичу даже облако в штанах нравится этого какого «но». Владимира Маяковского, – мягко подсказал отец, – что, – ужаснулся знаменитый присяжный поверенный, – вам нравится этот бред сивой кобылы? Талантливая поэма. Талантливая. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжревший лакей до засаленной кушетки, будут разнить об окровавленный сердце лоскут, досыто издеваюсь, нахальный и едкий. С улыбкой прочитал отец по памяти, на которую не мог пожаловаться. – Типичнейший большевик этот ваш, ну как его, Маяковский, – Маргарита Васильевна подсказал отец с той же улыбкой, без малейшего раздражения. – Вся их нахальная психология тут, в каждом слове, в каждой букве. И у Марго от возмущения даже заискрились ее открытые банки с ваксой. – По всему видно, что ваш, – запнулась она, – Маяковский, тоже на каторге воспитывался. – Анатолий Мариенгов, мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. Нет, он не воспитывался на каторге. Его отец, Владимир Константинович Маяковский, был десничьим в селе Багдати, кутаистской губернии. И у ребенка сохранились первые впечатления о необычайном, разительном отличии природы, как она есть, от ослепительного механизма, поставленного на службу естественного порядка вещей. Лет семь. Отец стал брать в меня верховые объезды лесничества. Перевал, ночь, обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка увейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман, и боль. В раступившемся тумане под ногами ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь. Владимир Майковский. Я сам. Интересоваться бросил, но ценить не перестал. Я, златоустейший, чё каждое слово Душу новородит, именинет в тело. Говорю вам, мельчайшая пылинка живого, Ценнее всего, что я сделаю и сделал. И так большевистский, златоустейший поэт Майковский весь соткан из противоречий. Противоречие второе. Атеист не в шутку верит в себя, как в пророка, а в своё слово, как в проповедь. В 15 лет, отчисленный из классической гимназии по причине неоплаты обучения, он вступает в российскую социал-демократическую партию. Первый раз арестован в том же 1908 году по делу о подпольной типографии, чьи печатные материалы подросток распространял в торгово-промышленном подрайоне Москвы. Съел блокнот с адресами и переплётом. Был освобождён с передачи под надзор родителей, как несовершеннолетний, действовавший без разумения. Но уже в следующем, в 1909 году арестован снова, второй раз по подозрению в связи с группой анархистов, и в третий по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкоторжанок из Новинской тюрмы. Оба раза отпущен за недостатком улик. Слушайте, проповедует мечас из теня сегодняшнего дня, крикогубой Заратустра. Мы, с лицом, как заспанная простыня, с губами, обвисшими, как люстра, мы, катаржане города Лепрозория, где золото и грязь изъязвили проказу, мы, чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу. Плевать, что нет у гомеров и овидиев людей, как мы, от копоти в оспе. Я знаю, солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи, жилы и мускулы молитв верней. Нам ли вымаливать милости и времени? Мы, каждый, держим в своей пятерне миров приводные ремни. Владимир Маяковский, облако в штанах После трех лет теории и практики классовой борьбы, когда даже в гемоназии под партой держал антидюрин, что там в труде Энгельса изучил гимназист, у которого единицы, слабо разноображиваемые двойками, неизвестно. Но после трех лет классовой борьбы, одиннадцать месяцев в бутырской тюрьме. И это после басманных, мещанских и мясницких казематов, где юный большевик столько буянил, что заслужил одиночную камеру в бутырке. Важнейшее время. Перечел все новейшее. Символисты, белый, бальмант. Разобрала формальная новизна, но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось, так же про другое нельзя. Вышло ходульно и рефлексивно. Что-то вроде «В золото, в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей». Ждал я, но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней. И списал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям. При выходе отобрали, а то бы еще напечатал. Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга Анна Каренина. Не дочитал. Ночью вызвали с вещами по городу. Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась. Владимир Майковский. Я сам. Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Где глаз людей обрывается куцей, головой голодных орд, в терновом венце революции грядет шестнадцатый год. А я у вас, его предтеча. Я, где боль везде, на каждой капле слезовой течи, распил себя на кресте. Уже ничего простить нельзя. Я выжиг души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч бастилий. И когда приход его мятежом оглашая, выйдите к Спасителю, вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая и окровавленную дам, как знамя. Владимир Майковский. Блока. В штанах. Противоречие третье. Большевик ставит искусство выше партийной работы. Партийный работник, знающий марксистский метод, не понаслышке, уверит, прочтя предисловие главной идеологической книжки, что производительные силы и производственные отношения определяют надстройку. Капиталистическая экономика определяет дуржуазное искусство. Русский философ-идеалист, выросший из штанишек марксизма, убежден, что творческий порыв, образцом которого всегда было искусство, есть единственное, что Бог ждет от человека, как ответ человека на творческий акт Бога. Только таким образом человек может порвать с несовершенной своей природой и духовно обновить свое существование. Как для марксиста, так и для идеалиста вопрос, что главнее, искусство или политическая борьба, решен с самых основных мировоззрений. Однако для Маяковского после освобождения из Бутырки это дилемма. Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я не уч. Я должен пройти серьезную школу. А я выше, блин, даже из гимназии. Даже и из Трогановского. Если остаться в партии, надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело в небеса запустил ананасом. А я про свое ною сотни томительных дней. Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. А высшую школу я еще не знал, что это такое. И я тогда уважал. Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся. Кишка тонка. Думаю все-таки, что недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться. Владимир Майковский. Я сам. Оправдания существенные. Делать социалистическое искусство для встречи с врагами. Товарищи по партии должны понять. С этого посыла начинается богемная жизнь поэта, по необходимости вышедшего из РСД РПБ неполных 17 лет. В 1911 году, поступив в Московское училище живописи, вояния и зодчества, Владимир Майковский знакомится с основателем футуристической группы Гилея Давидом Бурляком и примыкает к кубофутуристам. К 1912 относится первая публикация поэта, первая пощечина общественному вкусу. Ночь. Багровый и белый отброшены скомками, В зелёный бросали горстями дукаты, А чёрным ладоням сбежавшихся окон Раздали горящие жёлтые карты. Бульварам и площадей было не странно Увидеть на зданиях синие тоги, И раньше бегущим, как жёлтые раны, Огни обручали браслетами ноги. Толпа, бестрошерстая, быстрая кошка, Плыла, изгибаясь дверями в ляково, Каждый хотел протащить хоть немножко громаду и смеха отлитого кома. Я, чувствуя платье, зовущее лапы, В глаза им улыбку протиснул, Пугая ударами в жесть хохотали арапы, Над лбом расцветивши крыло попугая. Свидетельства современников о появлении новой пролетарской напасти В искусстве были полны зависти и раздражения. Они появились в России года за два до войны, Как зловещие вестники нависающей катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах И с разрисованными лицами, Веселились, когда их ругали, И наслаждались, когда обыватели приходили в ужас От их стишков, написанных одними звуками. Слова, а тем более смысл, они отрицали. От их беспредметных картин, Изображавших пятна, буквы, крючки С вклеенными кусками обои и газет. Одно время они помещали в полотна Деревянные ложки, подошвы, трубки и прочее. Это были прожорливые молодые люди С великолепными желудками и крепкими челюстями. Один из них, учитель жизни, Для доказательства своей мужской силы Всенародно ломал на голове доски И в особых прокламациях призывал девушек Отрешиться от предрассудков, Предлагая им свои услуги. Год тому назад я его видел в Москве, Он был в шелковой блузе, В золотых браслетах, в серьгах И с волосами, обсыпанными серебряной пудрой. Над футуристами тогда смеялись. Напрасно. Они сознательно делали свое дело. Анархии и разложения. Они шли в передовой цепи большевизма. Были их разведчиками и партизанами. Большевики это поняли, Быть может, знали. И сейчас же призвали их к власти. Футуризм был объявлен искусством пролетарским. Алексей Николаевич Толстой Торжествующее искусство 30 ноября 1912 года В артистическом подвале «Бродячая собака» После Давида Бурлюка Состоялось первое публичное выступление Владимира Майковского. По сообщениям прессы в стихах Слушатели сразу почувствовали Настоящее большое поэтическое дарование И встретили его рукоплесканиями. Несколько отличается мнение Ивана Алексеевича Бунина. Маяковский прославился В некоторой степени еще до Ленина. Выделился среди всех тех мошенников, Хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки В ту пору были очень плоские, Очень дешевые. Все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил Силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта И дикарская раскрашенная морда. Но сколь эта морда зла и мрачна, Вот он, по воспоминаниям Одного из его тогдашних приятелей, Выходит на эстраду читать Свои верши публики. Собравшийся потешится им, Выходит, засунув руки в карманы штанов С папиросой, зажатой в углу При зрительно искривленного рта. Он высок ростом, Статин и силен на вид, Черты его лица резки и крупны. Он читает, то усиливая голос Дарева, То лениво бормоча себе под нос. Кончив читать, Обращается к публике Уже с прозаической речью. Желающие получить в морду, Благоволят становиться в очередь. Иван Бунин, Маяковский Порт Простыни вот под брюхом были, Их рвал на волны белый зуб, Был вой трубы, как будто лилии Любовь и похоть медью труб. Прижались лодки в люльках входов К сосам железных матерей, В ушах оглохших пароходов Горели серьги якорей. 1912-й Противоречие четвёртое. Оказалось, что лирический поэт Пошёл значительно дальше, Чем партийный пропагандист. Если бы только буржуазная публика Была всего лишь шокирована На эстраде и в груб большевик, Совсем недавно известный Среди агитаторов по партийным кличкам Длинный кленовый товарищ Константин. А нет. Буржуазия, пусть в малой части, Но успела его полюбить. Желание нравиться публике Поэт честно изживал, Нанося пощёчину за пощёчиной Общественному вкусу И наживая врагов среди добропорядочных Гениев Игоря Северяниных И их обожательниц. А из сигарного дыма Ликёрною рюмкой Подтягивалось пропитое Лицо Северянина. Как вы смеете называться поэтом И серенький чирикать, как перепел? Сегодня надо кастетом Кроиться мир в черепе. Вы, обеспокоенные мыслью одной, Изящно пляшули, Смотрите, как развлекаюсь я, Площадной сутенёр И карточный шулер. От вас, которые влюблённостью мокли, От которых в столетия слеза лилась, Уйду я, солнце моноклем Вставлю в широко растопыренный глаз. Владимир Маяковский, облако в штанах. Желаемого результата поэту добиться в какой-то степени удалось. Желающие попасть под его раздачу выстроились в очередь. За публичные выступления, критику и агитацию князь Львов, директор училища и генералитет искусства ощерились. И в феврале 1914 года Совет художников принял решение исключить футуристов Маяковского и Бурлюка из числа учащихся живописи, зодчеству и воянию. И без того уже наваяли. Весёлый год. Ездили Россией, вечера лекции, губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полусловие доклада. К Ватаге присоединился Вася Каменский, старейший футурист. Для меня эти годы, формальная работа, овладение словом, издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки. Возвращаясь в Москву, чаще всего жил на бульварах. Это время завершилось трагедией Владимир Маяковский. Поставлено в Петербурге. Лунопарк. Просвистели её до дырок. Владимир Маяковский. Я сам. Ёжусь, зашвырнувшись в трактирные углы, вином обливаю душу из скатерть и вижу. В углу глаза круглы, глазами в сердце въелась богоматерь. Чего одаривать по шаблону намалёванному сиянием трактирную ораву? Видишь, опять голгофнику оплёванному предпочитают вораву. Может быть, нарочно я в человечьем месиве, лицом никого не новей. Я, может быть, самый красивый из всех твоих сыновей. Дай им, заплесневевшим в радости, скорой смерти времени, чтоб стали дети, должны подрасти. Мальчики, отцы, девочки забеременели. И новым рождённым дай обрасти пытливой сединой волхвов. И придут они, и будут детей крестить именами моих стихов. Я, воспевающий машину и Англию, может быть, просто в самом обыкновенном Евангелии тринадцатый апостол. И когда мой голос похабно ухает, от часа к часу, целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки. Владимир Майковский. Облако в штанах. ПРОТИВОРЕЧИЕ ПЯТОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ Карточному шулеру, сутенёру, подпольщику, вараве глазами в сердце въелась богоматерь. И он уже не ощущает себя варавой, но скорее распятым, оплёванным голгофником, чьих стихов именами будут крестить детей. И если на голгофу восходит не Иисус, так значит тринадцатый апостол его с незабудками души и похабно ухающим голосом. Перед началом мировой войны Владимир Майковский приступает к работе над паэмой «Облако в штанах». Иван Бунин пишет. В день объявления Первой русской войны с немцами Майковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревёт над толпой патриотическими виршами. Затем через некоторое время на нём цилиндр, чёрное пальто, чёрные перчатки, в руках трость чёрного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Иван Бунин Майковский Великий русский стилист не воевал по причине почтенного возраста. Однако был уверен, что молодёжь должна проливать кровь за интересы помещиков и буржуазии, классу которых принадлежал дворянин Иван Бунин. И оттого не сомневался в том, что они же общенациональны. Его политические убеждения не сделали его прозу и стихи ни лучше, ни хуже, но, несомненно, носили классовый характер. Партия большевиков в те годы выдвигала лозунг «Поражение собственному правительству», чтобы из-за войны ещё сильнее обострились общественные противоречия и, как следствие, грянула пролетарская революция. Мировая война была затеей мирового империализма и только усугубляла и без того бедственное положение рабочего класса. Воевать русскому пареньку за то, чтобы собственником на его заводе был человек с фамилией, оканчивающийся на Оф или Ко, а не на Берг или Ман, удовольствие ниже среднего. Молодой социалист осознанно чётко обозначил эту позицию в стихотворении злободневном и ныне. Вам, вам, проживающим за Оргией Оргию, имеющим ванну и тёплый колозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Если б он, приведённый на убой, вдруг увидел израненый, как вы, измазанной в котлете губой, похотливо напиваете северянина, вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду. 1915-й. Отсюда цилиндр, чёрное пальто, перчатки и трость чёрного дерева. Лучше в баре подавать напитки беспутным слугам народа, чем отдать жизнь за состоятельных господ. По сути, ясно, по форме вызывающе. Иван Бунин обличает, недоговаривая, что ещё в августе 14-го Владимир Маяковский пытался записаться в добровольца, но ему не позволили по причине политической неблагонадёжности. Когда же цели войны были определены партией как империалистические, поэт послал генеральскую комарилию вместе с ура-патриотизмом к тем самым особам в баре, что начисто лишены каких-либо политических убеждений. В мае 1915-го Владимир Маяковский выигрывает 65 рублей и уезжает в Коаккаалу, небольшой посёлок на берегу Финского залива. Семизнакомая система, семипольная. Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского, в понедельник Еврейного и так далее. В четверг было хуже, ел репинские травки. Для футуриста ростом сажень это не дело. Вечера шатаюсь пляжем, пишу «Облако». Выкрепло сознание близкой революции. Поехали в Мустамяки. Максим Горький. Читал ему части «Облако». Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загородился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея. Владимир Майковский. Я сам. Ничего не понимают. Вошел к парикмахеру, сказал спокойный. «Будьте добры, причешите мне уши». Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши. «Сумасшедший, рыжий!» запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка, и долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска. 1913. В 1915-м Владимир Майковский завершает работу над поэмой-тетроптихом «Облако в штанах», а в 1916-м выходит первая книга его стихов «Простое, как мучание». Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную, будто бы необыкновенно остроумно. «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке. Он ведь был и живописец. Что-то как попало, наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, внизу подпись «Парикмахер ушел в баню». Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре, в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла. Там она считалась футуристической. Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получать по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная интеллигенция все-таки забавлялась маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом. Иван Бунин Маяковский Не пожелай другому того, что не пожелаешь себе. Захотел бы Иван Алексеевич вывесить свои темные аллеи, рассказы о любви да о жестком телесном возбуждении на суд любого прохожего мещанина в каком-нибудь за самым захолустном русском городишке. Да еще стабди в комментариях, что автор возрасте далеко за 60-е. Вот когда бы к полотну приклеилась обыкновенная деревянная ложка, а тончайший лирик и реалист понял, что значит парикмахер ушел в баню. Хорошо, если так, а не как поступили с Федором Сологубом, экранизируя «Мелкого беса». 1995 год. Режиссер Досталь. Темными, захолустными фантазиями о том, как Людмила Рутилова затащила в конце концов гимназиста Сашу Пыльникова в кровать и сотворила с ним блудливое действо, достал так и Сологуба Досталь. Особенно пикатно зафестивалил он надуманных героев-любовников в постель Ардальона Передонова, свезенного в психиатрическую лечебницу после кровавой расправы над обитателями дома. Не знал Фёдор Кузьмич, что болезный и жену свою порешит. Не додумался, не ссутулился, а Досталь додумался и ссутулился резать так всех. Кровавая баня. Лихие девяностые с бандюганами тяжелоатлетического сложения. Киношники, жадные до скандала. Где люди, там скандал. Фёдор Сологуб. Мария, видишь, я уже начал ссутулиться. В улицах люди жир продырявят в четырехэтажных зубах, высунут глазки, потёртые в сорокгодовой таске. Перехихитиваться, что у меня в зубах опять чёрствая булка вчерашней ласки. Дождь обрыдал тротуары. Лужами сжатый жулик, мокрый лижет улиц, забитый булыжником труб, а на седых ресницах, да, на ресницах морозных сосулек, слёзы из глаз, да, из опущенных глаз водосточных труб. Всех пешеходов морда дождя обсосало, а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет. Лопались люди, проевшись насквозь, и сочилось сквозь трещины сало, мутной рекой с экипажа стекало, вместе со сосанной булкой животина старых котлет. Мария, как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово, птица, побирается песней, поёт голодная звонка, а я человек, Мария, простой, выхарканный чахоточной ночью, в грязную руку пресни. Владимир Майковский. Облако в штанах. Однако шли бы эти фестивальные жулики со своим постмодернистским пониманием модернизма в баню. Как в зажиревшее ухо втиснуть тихое слово. О бане Майковский ещё скажет, а Ивану Алексеевичу посчастливится не дожить до того светлого, но совсем не футуристического дня, когда серые и чёрные недошивинки и недотыкомки достали своими подлоглупостями по мотивам произведений Бунина Ли, Сологуба, Чехова. Но мы и в самом деле ведём очень искусственный образ жизни, признаётся одна из героинь Фёдора Сологуба. Мы делаем всё, чтобы спорить с природой и со здоровым смыслом. И потому мы стали слабыми и неискренними. Правды мы не говорим и сами слушать её не хотим. А если бы мы стали говорить правду, вот странные бы произошли события. Фёдор Сологуб, Звериный пыт. Владимир Маяковский противоречив, но не потому, что не говорил правду, как это принято в мещанской среде, и оттого был слабым и неискренним. Его противоречивость диалектической природы, противоречивость становления. Революционный порыв освобождения от духа, казалось, имел надёжное атеистическое основание, марксистскую теорию классовой борьбы. Но ещё предстояло разобраться в его диалектике и совсем не погибели. Мария, дай, Мария, имя твоё я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей рождённое слово, величием равное Богу. Тело твоё я буду беречь и любить, как солдат, отобрубленный войною, ненужный, ничей, бережёт свою единственную ногу. Мария, не хочешь? Не хочешь. Ха! Значит, опять темно и понуро сердце возьму, слезами окапов нести, как собака, которая в конуру несёт перееханную поездому лапу. Владимир Майковский, «Облако в штанах». Облако в штанах поэма революционная, как её автор, воспринималось в штыки, словно сама эпоха кровавых перемен, о которой пророчествовал 22-летний Владимир, вторгалось в идиллическую сказку мирного тропического островка. Прислушаться бы к поэту, изменить пару-тройку моментов действительности, глядишь, и уплыло бы облако произведением пролетарского искусства в Абакан, куда, согласно более поздним поэтическим версиям, и следует плыть облакам. Увы, спасение утопающих наверняка дело рук самих утопающих. А если утопающие эффектёры и обыватели не желают знать, что идут ко дну и продолжают играть за уютным ломберным столом в тёплой кают-компании, костеря гнусным образом всякого, кто напоминает окрени на правый борт и течи под ватерлинией? Роберт Георгиевич шикарно захохотал. Он был эффектёр, как говорили в девятнадцатом веке. Уф! Насмешил, Борис Михайлович, насмешил. У Златоуста буйно росли волосы на руках, в ушах, в носу, словом, везде, где они не слишком были нужны, и упрямо не росли на голове, где было их законное место. Это ещё увеличивало его лоб и без того непомерно. И эта гнусь родной мой называется у вас поэзией? Такой уж у меня скверный вкус, Роберт Георгиевич, как бы извиняясь, отвечал отец. Не смею возражать, не смею возражать. И Златоуст, очень довольный своей репликой, нежно погладил лысину, жёлтую и блестящую, как паркет, только что натертый. Огромные лбы принято считать чуть ли не признаком Сократовой мудрости. Экой вздор в своей жизни я встречал ровно столько же высоколобых болванов, сколько и умников, в числе которых, надо сказать, довольно редко оказывались краснобаи. Анатолий Варенгов, мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. Кровью сердца дорогу радую липнет цветами у пыли кителя, тысячу раз опляшет ирадиадой солнце-землю гону крестителя. И когда моё количество лет выпляшет до конца миллионом крови на кусте лица след к дому моего отца, вылезу грязным от ночёвок в канавах, стану бок о бок, наклонюсь и скажу ему на ухо. Послушайте, господин Бог, как вам не скучно в облачной кисель ежедневно обмакивать раздобревшие глаза. Давайте, знаете, устроимте карусель на дереве изучения добра и зла. Вездесущий ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтоб захотелось пройтись в кикапу хмурому Петру Апостолу. А в рае опять поселим Евочек. Прикажи, сегодня ночью уж со всех бульваров красивейших девочек я натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головой кудластой, супишь седую бровь, ты думаешь, этот за тобою крыластый знает, что такое любовь. Владимир Маяковский Облако в штанах Господа, те, что за лондорным столом, и те, что скудаумели, экранизируя роман Фёдора Сологуба, те, которые недошивенки и недотыконки, зарабатывающие на окололитературных угодьях, и те, которые в информационную эпоху не слышат и не читают, редакторы, изображающие издательскую деятельность, те, что ором вопили Крым наш, вечный свой одобрям. Это про вас. Это вы прирезали Господа Бога. Это о вас возопил философ, когда понял, что Бог умер. Это вашей пятернёй досталось за голенище сапожный ножик, лирический, хотя и не героический, самый красивый из всех сыновей. Как жить дальше-то будем? Вы знаете, кто держит миров приводные ремни? Вселенная спит, из черноморской раковины дуют ветра. Днём у меня вышло стихотворение, вернее, куски, плохие, нигде не напечатаны, ночь, Сретенский бульвар, читаю строки Брульку, прибавляю, это один мой знакомый, Давид остановился, осмотрел меня, рявкнул. Да это же вы сами написали, да вы же гениальный поэт. Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня, я весь ушёл в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Владимир Маяковский Я сам. Я тоже ангел, я был им. сахарным барашком выглядывал в глаз, но больше не хочу дарить кобылам из северской муки изваянных вас. Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, а чего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать. Я думал, ты всесильный божище, а ты, недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты, жмитесь в раю и рожьте пёрышки в испуганной тряске. Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски. Пустите, меня не остановите, вру я, вправили, но я не могу быть спокойней. Смотрите, звёзды опять обезглавили и небо окровавили бойней. Эй, вы, небо, снимите шляпу, я иду. Глухо, вселенная спит, положив на лапу с клещами звёзд огромное ухо. 1914-1915